Друзья Российскую историю и мировую экологическую историю. У нас много экологических проблем в современном мире. Конечно, ученые в области естественной науки приносят важный вклад в понимание этой проблемы. Но ученые в области гуманитарной науки также помогают понимать разные аспекты культурные и социальные отношения человека с природой. Так называемый environmental humanities еще развивается в России. Есть небольшой центр в Санкт-Петербурге, но новый световой исследовательский центр человека природотехнологии в Туменском государственном университете очень нужен для распространения этой обострелой знания. Санкт-Петербург Поиски гуманитарных исследований стремительно занимают одно из центральных мест среди исследований, связанных с проблемами окружающей среды и изменений климата. Еще в 70-е годы прошлого века стало понятно, что поиск выхода из экологического кризиса это задача не только для ученых естествоиспытателей, но и для тех исследователей, которые изучают общество. Не только экономисты и социологи, но также историки, философы и даже представители искусства должны сыграть здесь очень большую роль, потому что они могут не только изучать, но и влиять на то, как человечество выстраивает взаимоотношения с нашей планетой. Создание центра «Человек-природотехнологии» в Тюмени это очень важный шаг на пути институционализации таких исследований в нашей стране. То, что центр создается в Сибири, дает очень важные преимущества для изучения этой огромной части земного шара, важной в том числе и для климатической политики. Наша лаборатория экологической и технологической истории Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге приветствует создание центров Тюмени и надеется развивать длительную и плодотворную сатуру. Здравствуйте! Environmental humanities – это ключевое направление в развитии современного научного мышления, которое ставит цель преодоления двухвекового забвения природы в социальных науках. Мы стараемся переориентировать взгляд таким образом, чтобы в картину попали естественные процессы, в их взаимоотношения с социальными динамиками, например, климатические изменения, изменения ландшафтов, изменения почвы, фауны, флоры. Только таким образом мы сумеем понимать, как прекратить разрушение природы. Западная Сибирь – центр современного российского экономического природопользования. Именно в Западной Сибири добываются главные богатства России. Чтобы осмыслить происходящее в своей исторической динамике, нужны критические ученые, которые работают сообща в хорошо оснащенном центре именно на месте происшествия. Рôсей Валентей Валентей among our colleagues at the Chumen State University Research Center – Человек Природа и Технология. My colleagues and I are especially interested in the confluence of disciplines associated with the environmental humanities and Siberian studies, and we look forward to potential collaborations in the future. ... ... ... ... ... ...